Азы робототехники осваивают ребята в кружках центра «Лесная сказка». Оказалось, изучать законы физики не на лабораториях в школе, а на практике за штурвалом собственной модели самолета или управляя вот таким небольшим роботом значительно интереснее. Объединения для технических видов спорта появились на базе центра только в этом году. Посмотреть, в каких условиях работают начинающие инженеры, решили представители совета депутатов Щелковского района. У нас по плану было, что наша комиссия по образованию, владежной политике, культуре, физической культуры и спорта должна обязательно посетить кружки технической направленности. Нас пригласили к себе в центр «Лесная сказка», где мы с удовольствием приехали, посмотрели, воочию увидели, какие здесь кружки развиваются. На базе отделения центра в микрорайоне Чкаловске работают кружки авиамоделирования, радиоэлектроники и робототехники. Занимаются порядка 50 ребят. Объединение для юных авиамоделистов уже существовало в микрорайоне ранее. Было закрыто в 90-е и возобновилось лишь в этом году. Но некоторые ребята уже успели не только смастерить свой первый самолет и отправить его в полет, но и принять участие в майских областных соревнованиях. У нас проходят интенсивные полеты. Вот видите, самолеты готовы к полетам. И ребята еще доделывают модели. Я делаю кордовый самолет, который летает на кордах по кругу вот так. Вот сами корды. Еще надо делать петли. И потом уже делать корды, которые присоединяются к ручке. Авиамоделирование у нас началось с того, что вы сейчас сами видели, что ребята только собирают и кордовые используют самолеты. А дальше мы планируем скоростные. То есть мы вот в этом году выходили на область. Ребята так посмотрели. Посмотрели, что от них требуется. И мы надеемся, что уже какие-то на следующий год будут результаты. А вот робототехника для Щелковского района в Вене достаточно новое. В лесной сказке такой кружок появился впервые. В начале этого года были закуплены четыре набора конструктора. В этом году нам выделили деньги. И благодаря этому у нас появилась робототехника. Потому что это достаточно дорогостоящее объединение, скажем так. Из одного набора можно сконструировать около восьми различных моделей роботов. Так каждый из ребят может изучать особенности работы техники на свой вкус. Робот на основе программатора. Называется он «Рука». Моя цель, чтобы он на предприятиях каких-нибудь работал, перегружать вещи какие-нибудь. Тянет меня что-то интересное очень. Хочется новые границы открыть для себя. По словам преподавателей, такие занятия позволяют ребятам не просто изучать законы физики, но получить образование, условно равное среднеспециальному. Однако для этого материальную базу кружков необходимо развивать. Мы хотим еще все-таки добиться небюджетных средств и сделать судом модельный кружок. Будем помогать, искать, ставить цели перед администрацией, чтобы уделялись какие-то дополнительные материальные средства. В целом депутаты отметили, что развитие технических видов спорта на базе центра продвигается. А будущим инженерам есть где применить свое воображение. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».